Друзья, всем привет! Сегодня мы начнем рассмотрение вот такого вот интересного продукта от Adobe. Он называется Adobe XD, Experience Design. Что это такое? Adobe разработал такую программу, она для того, чтобы мы могли очень легко, быстренько разрабатывать пользовательский интерфейс. Это веб-странички, интерфейсы для мобильных приложений. Вот эта программа поддерживает векторную графику, веб-верстку, и она позволяет вам создавать прототипы векторные. Давайте посмотрим, как она работает. Итак, для того, чтобы ее скачать и установить, она, кстати, между прочим, распространяется бесплатно. Вам надо зайти по вот этому адресу, adobe.com, поискать в продуктах XD и вот скачать бесплатную версию. Для этого вам, возможно, понадобится первое, что зарегистрироваться в Adobe, если вы не регистрировались, регистрация бесплатная, и скачать Creative Cloud, то есть вот такую вот штучку. Вы скачиваете и через нее устанавливаете Adobe XD. Но она вам проведет по инструкции, покажет, там очень легко это делать. Давайте теперь посмотрим на сам интерфейс этой программы. Итак, программа изначально выглядит, как немножко обрезанный иллюстратор, то есть ничего там нету. Вот, сначала вы выбираете макеты, какие хотите, то есть в текущий момент, там, если это вас интересует не только iPhone, там, видите, Android-ные версии есть, тоже касается планшетов и тоже касается веб-страничек. Наверху есть меню. Итак, давайте сделаем сначала простенькую веб-страницу. Вот так вот выглядит сама программа. Но прежде чем мы пойдем дальше, нам надо понять, вообще, когда мы будем разрабатывать тот или иной макет, какой размер экрана нас устраивает для дальнейшей работы. Итак, я сделал небольшую подборочку. Глядите, если посмотреть статистику, вот можете зайти на вот этот сайт. Вот он называется, double3school.com, браузер. Ну, вот тут вот браузер, напишите, просят, дальше он вас кинет самую нужную строчку. Браузер-дисплей. Здесь вот собраны самые наиболее популярные расширения экранов на вот, в данном случае, январь 2020 года. Так, смотрим. Итак, у нас самое популярное разрешение экрана 1366 на 768 пикселов. Ну, опять же, можно смотреть, какие браузеры тут можно посмотреть, какие браузеры более популярны. По популярности понятно, что у нас, скорее всего, это Chrome. Да, на февраль 82% покрытия практически всего интернета – это браузер Chrome. Итак, давайте вернемся к нашим мониторчикам. Так, 1366 на 768 – это самое, причем, прошу прощения, наверное, не сказал. Это имеется в виду Screen Resolution, это то есть устройства, которые, лэптопы, десктопы, то есть это для них характерно вот это разрешение. То есть оно самое популярное из десктопов. Поэтому, когда вы будете создавать свой, ну, десктопный вариант, то есть веб-страничку, то тогда вам самое популярное использовать, лучше отталкиваться от этого размера. Итак, сейчас у нас по умолчанию, когда мы сделали, ну, не по умолчанию, мы выбрали 1920, вот 1920 на 1080, пока наш внешний вид нашей веб-странички. Итак, двигаемся дальше. Для того, чтобы настраивать нашу программу для будущей работы, нам необходимо включить линейки. Если в иллюстраторе и фотошопе, там в фотошопе надо было дополнительный плагин подстраивать, который бы это все нарисовал, здесь делается очень легко. Вот тут нажимаете вот такую галочку. Все. Он вам сразу же ставит 12 колонок, расстояние, ну, тут ширина и расстояние между колонками 122-16, вы можете это все уравнять. Сейчас же, что мне необходимо. Понятно, что вот такой страницы у меня не будут. Вот, кстати, чтобы назвать мою страницу, первый мой, сказать, шаблон моей страницы, я его назову здесь. Сейчас, 366. Окап. Окап. Так, я все правильно сделал. 1366. Да, отлично. Теперь ширина у меня гораздо больше, но я ее сейчас подстрою. Мне немножко удобнее делать это следующим образом. Я пока поставлю тут одну колонку, и тут вот ширину колонки я поставлю 1366. Все. Вот так вот. Да. Если вас смущает вот этот ярко-голубенький цвет, вы можете его тут нажать и подстроить. Ну, чуть-чуть прозрачно больше сделайте. Все. Отлично. Вот такой вот внешний вид мы сейчас с вами настроили. В данном случае у нас есть, что еще хотел вам рассказать по пока вот внешнему виду. У нас есть вот такая вот вещь, которая называется viewport height. То есть сейчас у нас viewport height, то есть это внешний вид. Мы когда заходим на веб-страницу, то есть что-то нам вписывается в экран, какой-то размер изображения вписывается в экран. Ну, по умолчанию вот мы поставили сейчас вот 1366, но высота viewport height, то есть у нас будет 768. Поэтому здесь вот лучше всего поставить 768. Как только мы это сделали, обратите внимание, у нас появилась вот такая вот линия. Она нам показывает тот размер, вот в данном случае 1366. Наш viewport по ширине и 768 по высоте. Я могу увеличивать, уменьшать размеры моего будущего макета. Вот этой вот штучкой вниз просто очень легко делается. Точно так же я могу в ширину это увеличивать. Но вот пока у меня вот этот вот основной макет, он остается 1366. Такая глубинка. И по высоте вот этот viewport 768. То есть если вы хотите сделать, например, как вот делают обычно на сайтах, вот человек заходит сразу же с устройства и видит большую картинку там или видеофайл, который там что-то проигрывается или слайдер такой, то будьте внимательны, чтобы сразу же рассчитать вот этот вот viewport. Итак, дальше мы будем с вами, я вам расскажу немножко, как работать с инструментами. Понятно, что можно все рисовать сначала, но в данном случае вот для Adobe XD разработанной, ну не только для Adobe XD, для вот таких вот приложений, которые являются уже сборщиками, сборщиками прототипов, используются так называемые библиотеки. Где их найти, как их загрузить. Если мы зайдем вот сюда, в файл, в меню файл, то тут вот у нас есть такая вот ссылочка, которая называется Get UI Kids. У нас есть отдельно ссылка на Apple iOS-овские, есть на Microsoft-овские, и есть вот, смотрите, вот этот блок, Wireframes, очень интересный. Это именно разработанные Adobe'ом всевозможные пользовательские интерфейсы. Если я просто, какое мое действие, то есть если я просто выбираю тот или иной шаблон, то он не сразу же скачивается или открывается, но он просто меня отправляет на тот или иной сайт. Вот если, в частности, если бы я выбрал Apple UIKit, вот куда он меня отправляет, на вот этот вот сайт. Вот, ну, он, в принципе, вас отправит на этот же сайт, как только вы нажмете то меню. И здесь вот есть разработки iOS, тут вот, видите, то, что нас касается, это Download for Adobe XD. Да, тут, видите, есть и для Photoshop, и для Sketch. Когда я выбрал вот эту, ну, давайте больше поговорим о вот этой вот библиотеке, потому что мы ей больше будем всего пользоваться. Get UI Kids Wireframes. Как только мы ее нажимаем, нас сразу же бросает на вот этот вот сайт. Это Behance.net, и здесь материалы от Adobe по разработке. Вы нажимаете вот эту ссылку Download Kids и качаете ее себе на компьютер. Из чего состоит эта библиотека? Как с ней работать? Я нажимаю File, Open from your computer, и сразу же попадаю в ту папку, куда я ее сохранил. В частности, я сделал на десктопе папочку, которая называется Adobe XD, и туда сохранил вот эти вот два файлика, которые, ну, они копируются в BDZ, по архиву скачиваются, а при разархивации получается два файла. Один называется Web, второй называется Mobile. Я сейчас буду работать с тем, который называется Web. Как только я его открываю, у меня подгружается сразу эта библиотека, и вот она большая очень. Тут представлены всевозможные графические элементы, которые так или иначе используются в дизайне. Тут же, кстати, работая с этой библиотекой, покажу, как пользоваться по навигации. То есть, увеличение зума, уменьшение и перемещение по документу. Когда я нажимаю на Mac, я нажимаю Command+, на Windows я нажимаю Ctrl+, я могу увеличивать те или иные блоки. Вот в данном случае тут призывы к действию или какие-нибудь футеры. Посмотрите, то есть, это уже готово за вас, вы можете прямо отсюда брать эти элементы и использовать в своих будущих макетах. То, что я сейчас сделал, это нажал Command-0 или Ctrl-0, и я вернулся к своему внешнему виду. Так, чтобы весь полностью макет вписывался в сам экран. Итак, что мне неинтересно. В данном случае я могу воспользоваться для увеличения либо зумом, вот так вот, и вот постепенно увеличивать, переходить, переходить к той или иной части. Но я могу сделать, поступить следующим образом. Если я знаю, что вот часть моя, которая мне интересна, лежит, например, в UI элемент, ну, например, то, что мне касается, мне нужно для моего верхнего меню. Вот они, вот подборочки такие, верхнего меню. Я, например, выбираю один из них и нажимаю Command-3 или Ctrl-3. Он меня сразу же увеличивает именно этот фрагмент. Где вы это можете увидеть? Вот тут вот в меню View. Zoom to Selection. Это Command-3 или Ctrl-3. Это очень удобно. Если мне что-то... Надо опять вернуться к Ctrl-0. Я хочу что-нибудь из вот этого отдела, который отвечает за Landing Page. Я опять выбираю, щелкаю, Command-3 нажимаю. Вот. В данном случае меня кидает на вот такой вот вариант Landing Page, который вы тоже очень часто видели, когда фотографы или видеографы делают такие планы дизайн. Тут видео какое-то. Слева, например, вы нажимаете, выезжает вот такая вот менюшка, тут какое-то заглавие и все вот это. Вот тут вот это очень большая библиотека, из которой вы можете прямо брать и импортировать в свой уже будущий проект. Как это работает? Работает это очень просто. Давайте сейчас сделаем простое упражнение. На примере импортирования верхнего меню я добавлю... Я как бы его быстро сделаю в своем сайте. Так. Итак, мне необходим вот этот раздел. Я щелкаю по любому меню, нажимаю Command-3 и выбираю, например, мне необходимо вот это вот меню. Там, где у меня есть слева логотип, справа ссылки. Все очень просто. Я Edit Copy, перехожу в свой документ, который работает, и нажимаю Command-V или Ctrl-V. Итак, смотрите, что очень интересно. Когда я копирую вот этот вот элемент из библиотеки, тут вот появляется вот такой вот значок в виде линковки. Что он означает? Если я его не уберу, этот значок, а начну как-то изменять мое меню верхнее, то у меня произойдет какая вещь. То есть оригинальный макет будет также меняться. Поэтому прежде чем это делать, что-то менять, я должен щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать здесь Unlink-компонент. Все, оно убралось. Я могу это размещать сюда. А вот эти компоненты, которые у меня тут присутствуют, они мне сейчас не нужны, потому что эти компоненты фактически импортированы отсюда. Поэтому я кладу правой кнопкой мыши по ним и удаляю. Один, второй и третий. Все, эти элементы у меня удалены. Мне сейчас очень быстро, например, надо сделать меню. Причем, обратите внимание, у него есть привязка. Это очень хорошо. Все, что вам необходимо, это вы можете найти вот в этом вот меню, которое наверху. Она вам сразу же показывает. Вы можете включить там гайды, вы можете включить привязку. То есть все с этим работать. Вот, например, я сразу же поставил в левый верхний угол. Оно применилось. Причем, сейчас я вот так вот изменю мое меню. Я могу его по высоте, по ширине менять, как нужно. Но если, смотрите, в чем момент. Сейчас оно у меня сгруппировано. Я хочу, мы знаем о том, что размер моего документа это 1366. Вот он, голубеньким подсвечен. А сам документ сейчас немного больше, то есть чуть-чуть больше, то есть сделан. Если я хочу опять вернуться к настройкам, я либо щелкаю здесь, на название моего документа. Смотрите. И вот этот вот элемент, мне его необходимо, чтобы дальше с ним что-то делать, разгруппировать. Правой кнопкой мыши, клацаю по нему, выбираю Ungroup. Таким образом у меня появляются... Отдельно у меня есть логотип, отдельно у меня теперь есть моя линия. Ну и вот, что мне необходимо сделать. Я просто вот так линию увеличу. Вот так вот линию увеличу. Вот у меня то, что я получил. И вот на текущий момент это тот старт, с которого я сегодня хотел вам с вами начать. Еще очень важный элемент. Когда вы закончите что-то делать, файл, естественно, надо сохранить. Чтобы сохранить файл, вы выбираете либо Save, либо Save As. Выбрав Save As, вы выбираете, хотите ли вы сохранить его в Clouds, ну на облаке Adobe, или вы хотите сохранить его на своем локальном компьютере. В данном случае вы его сохраняете, там называете mock-up, и сохраняете, пока работаете, в данном случае пока на Clouds документ, потому что локально на вашем компьютере он просит премиум аккаунт. У меня просто он есть, у вас, возможно, его может быть не быть. Но в клаудах это не проблематично, там большое место для того, чтобы вы могли его скачать. Итак, на сегодня, в принципе, все. Следующий урок у нас уже будет более такой вот интересный, ну, как интересно, следующий урок будет просто посвящен большему деталью и формированию вашего макета. А на сегодня все. Спасибо за внимание. До следующего урока. Продолжение следует...